всем привет сегодня хочу поговорить с вами и сравнить два таких разных мира как американский и русский instagram эта тема она веяла буквально вчера вечером мы с мужем сидели вечером разговаривали и как-то начали обсуждать по поводу инстаграма я ему сказала что я стала меньше постить что-то делать в инстаграме ну и начала приводить доводы то есть у меня спресса почему потому что мой муж немножко от инстаграма далеко то есть ему эта тема вся не очень интересно но я активно в ней живу много лет наверное инстаграм у меня с 2012 года если я не ошибаюсь активно я начала вести инстаграм из-за ютуба и блога наверное где-то начиная с 2015 года обрала небольшие такие брейки пока у меня были родились две девчонки но все равно всегда от инстаграма игра не уходила и в принципе я имела возможность смотреть как развивается инстаграм как в россии так и в америке еще конечно латинской америке тоже я на многих подписана была периодически то есть я могла смотреть те три разных мира которые как бы развивались в ногу но в своем направлении и я начала гуглить смотреть информацию о сравнении до каких-то американских и русских то есть одна та же платформа но я вижу что блогеры себя ведут совсем по-разному и мне хотелось найти к этому подтверждение что не только я одна это вижу вот и когда я начала смотреть искать информацию я ничего такого сильно вот чтобы вот так вот набили смотри до видео не было поэтому решила создать это видео тем с того что очевидно что русский инстаграм он более агрессивный агрессивный я имею ввиду что как контент который создает блогеры да это по-русски просто называется то что создают в россии это такое имеет характер агрессивный то есть постоянно тебя пытаются вовлечь во что-то постоянно тебе навязывают там вот смотри это фотка бомба да вот это следующее еще бомбически и в общем постоянно вас держат в таком тонусе и немножко я понимаю с какой целью не это делают для того чтобы они поднимались в алгоритмах чтобы вырастали подписчики чтобы было больше интерактива вместе с подписчиками я все прекрасно как блогер это понимаю но в принципе как бы блогеры есть и в америке и в россии и видно что в америке однозначно а нет вот такой вот напряженности вот этой постоянно какой-то жуткой конкуренции безусловно блогеров в америке даже больше я бы сказала чем в россии хотя и россия очень активно набирает обороты но давайте еще сразу оговорюсь что под русскими блогерами дать то что я говорю только россии во всем по советском пространстве в принципе в украине там белоруссии в принципе похожие алгоритмы действуют и кнопки управления инстаграма если говорить о агрессивности русского инстаграма то он очевиден это даже мне сказал чамару в эти фотографии бомба до которые пытаются всегда вылезти на первые чтобы всегда они были рекомендованы и это работает и это прекрасно понимаю почему опять-таки делают это блогеры это определенная однозначно ниша где по сути дела блогер соревнуется даже самим собой чтобы превзойти себя с каждым фото сделать что-то лучше круче что безусловно это хорошо с точки зрения собственного роста но с точки зрения уже потом ты заигрываешься и уже мы невозможно находиться в таком тонусе постоянным все время в то время как американские блогеры я не замечала за этим то есть у них достаточно однотипные фотографии они ну вот знаете как-то не лезущие из кожи вон чтобы сотворить что-то прыгнуть выше своей головы вот нет такого вот навязывание себя постоянное да такого очевидного навязывания себя также русские блогеры они однозначно больше зависимы от лайков и подписок то есть для них цифры это очень много говорящие это говорящая статусе человека что у него там всего лишь только то я все прекрасно понимаю опять-таки есть объяснение всему этому в русском инстаграме с тобой начинают работать и тебя брать как-то во внимание в интерес компании если у тебя более пяти десяти тысяч подписчиков и больше то есть начинают с тобой какие-то сотрудничества начинают тебя уже брать как-то всерьез брать в какие-то более серьезные гиевы все такое когда в американском инстаграме я этого не вижу не специально здесь компании которые ты регистрируешься и ты можешь участвовать в разных там рекламных акциях продуктов из тебя выбирают и там как правило пишут что у тебя должно быть от четырех тысяч подписчиков ты можешь в принципе начинать делать размещать какую-то рекламу то есть здесь принципе в америке не нужно вам обладать им так просто баснословными цифрами какими-то чтобы начать действительно какой-то зарабатывать себе на жизни инстаграмов поэтому вот это вот вечная гонка за лайки и подписки комментарии они прекрасно американские блогеры тоже понимают что лайки и комментарии они нужны для выживания в инстаграме чтобы ваши пост люди видели но несмотря на это они как бы не изменяют себе то есть если в мое видение видение инстаграма не входит всякие гивэвэй каких-нибудь непонятных там боксов бьюти боксов если меня эта косметика допустим совсем не интересует то они но не будут в этом вмешиваться ввязываться до в такую переделку то в принципе на русском инстаграме я могу видеть чтобы то есть люди в принципе готовы на все только чтобы всякие где батлы и инстабатлы то есть готовы на все только чтобы завоевать внимание людей а и говоря то что цифры для русской аудитории очень сильно важны в америке начали уже тестировать отсутствие лайков на подпостом и у меня есть две страницы у меня есть моя ольга рохас нью-йорк сити подписывайтесь и есть у меня еще страница которая называется микара это проект который мы сейчас запускаем это берет немного больше времени чем я ожидала но все же а у меня до страницы есть я завела и я когда захожу с этой странице последнее что происходит то я вижу что там лайков у меня вообще не видно то есть может быть мы находимся в зоне теста может быть из того что это аккаунт относительно новый я его создала где-то более полугода назад вот но я вижу что там лайков нет и как мне кажется что это классно здорово особенно среди тех кто занимается точнее ведет инстаграм не для бизнеса то есть если вы просто семейные фотографии делитесь каким-то узким кругом друзей то зачем эти лайки как бы одобрение если вы делитесь там фотографии своего сына играющего там не знаю с игрушкой то в принципе тут количество лайков она действительно может разрушать до говорила что может быть там мой сын как ну в общем это не нужно если это касается какого-то блога и бизнеса тут я не совсем согласна что они нужны лайки опять-таки это идет одобрение твоей работы то есть если ты видишь что этот пост на набрал больше лайков чем предыдущий значит тема более актуальная значит допустим этот ракурс или что-то более выгодное ну конечно мы все понимаем что допустим фотографии когда ты находишь на пляже в купальнике они всегда выходят в топ это все прекрасно понятно но все же ты понимаешь что между каким-то двумя более или менее адекватными фотографиями что понравилось больше людям это тоже дает такой фидбэк тебе оценку твоей работы твоего труда что немаловажно в работе и развитии какого-либо блога что касается профессионализма блогеров здесь нужно отметить что с этим не сталкивалась я но я огромное количество читала всяких статей также я слушала подкасты в общем огромное количество всякой информации собранным здесь в одном видео но все же поделюсь с вами русские блогеры к сожалению заявили о себе как блогеры менее ответственные нежели допустим американские блогеры например объясню если идет к эта компания допустим там 15 февраля срок сдачи материалов последний день когда вы можете выложить свой контент вам как правило дают месяц примерно на или там две недели на создание материала и вы в любое вам удобное время это выкладываете там соответственно с нужными условиями если в америке и в американские блогеры они очень сильно уважают чтут и читают все вот этот весьма мини контракт которые условия которые вам нужно соблюсти тогда как в русском инстаграме к сожалению эти условия очень часто не соблюдаются даже бывает когда блогеры очень большие то есть там с цифрами большими опять-таки вроде бы подписчиков много действительно там активная аудитория а то все равно блогеры очень часто бывает к сожалению безответственными они берут продукт но они не рекламируют продукт они как-то всяческим образом избегают получив продукты чтобы блогер там остался с продуктом и ничего не делал к сожалению это имеет место быть в русском инстаграме то есть это говорит о их непрофессионализме то время как в америке такое ну будет рассчитываться как просто плевок в лицо и в принципе с вами никогда никто больше работать не будет однозначно американские блогеры в этом плане они более ответственны нежели русский блогер еще хотелось бы сравнить покупателя в инстаграме русского и американского многие покупают действительно на русском инстаграме товары какие то то есть видишь огромное количество магазинов и однозначно понимаешь что если там такое огромное количество значит там точно что-то покупают именно вот с инстаграма в то время как на американском инстаграме больше это идет как найти какой-то продукт получить какую-то долю вдохновения до найти бренд и уже потом люди переходят на amazon и ищут свои там какие-то допустим тот же самый бренд который не в инстаграме нашли просто потому что amazon здесь настолько сильно развит и у всех практически есть amazon prime и поэтому люди конечно же с удовольствием больше пользуются именно amazon prime нежели напрямую с инстаграма просто чтобы там доставка была бесплатная просто это более удобно также в отдельную графу хочется выделить гибы гибе в россии их очень сильно любят они обладают огромным-огромным-огромным успехом и мощью о чем это говорит опять-таки это говорит о том что русские блогеры очень сильно сосредоточены именно на цифрах американских блогеров вот так вот как разыгрывают машины у нас в русском инстаграме но честно мне никогда не попадалось то есть какие-то мелкие гибы да кто-то там обменивается какие-то коллаборации но это имеет такое знаете характер такой какой-то ну менее что ли навязчивый как-то все это очень кротко как-то потихонечку до варится какие-то в эти гибы то время как в русском инстаграме это все как бомба какая-то вечные какие-то фейерверки шарики подарки бесконечные какие-то гонки между собой может быть в просто настолько аудитория у нас это тоже поддерживает до подписчики то есть очень многим хочется как-то бесплатно что-то получить выиграть поверить в чудо волшебство выиграть какой-то там лотерейный билетик то время как возможно в американском инстаграме ты не имеет такого огромного спроса возможно здесь люди просто могут себе больше чего-то позволить да хотя конечно не вся америка богатая да но в целом наверное уровень жизни все-таки выше и поэтому желание участвовать в каких-то гибах чтобы получить бесплатную пиццу ну или там суши ну как бы здесь в реально такого не увидишь в российском инстаграме заходишь и честно говоря я иногда прям ну очень милая конечно все это и здорово что есть возможность для людей которые не имеют возможности там себе это позволить да ну непонятно не пицца там и не суши да ну какие-то еще там прелести жизни то не инстаграм и предоставляет такую возможность как начинают зарабатывать на инстаграме в россии и в америке в россии как я уже говорила начинают какой-то тебя брать как действительно какой-то блогер когда у тебя плюс 50 примерно тысяч подписчиков в америке количество подписчиков количество лайков она в принципе не очень важно для многих компаний не так важно как ваш уникальный стиль в то время как в русском инстаграме во первых стиль людей это бесконечные пресеты пресеты продают каждый второй третий чтобы улучшить кадры потому что кадр по сути дела сам не очень но если его подработать парады ретушевать то в принципе вроде бы ничего то есть там больше обращает внимание на цветовую передачу световую передачу кадра нежели на какой-то вот сам внешний до кадр к это продуманность хотя и красивые кадры там продуманы тоже есть так вот американские блогеры если вот такое четкое большое различие с русским и американским инстаграмом то американские блогеры они верны своему стилю но стилю не в своих пресетах а именно стилю видение кадра то в русском инстаграме такое все обо всем и ни о чем вот как бы все красиво все больше на пресетах на яркости кадра больше как бы люди фокусируются именно на В то время как на американском инстаграме, что касается текста, то люди не так серьёзно подходят к тексту, да, как, допустим, на русском инстаграме. На русском инстаграме реально зависаешь очень долго, потому что читаешь действительно очень крутые тексты, продуманные, такие детальные, информативные, цепляющие, актуальные, ну, действительно, тексты там бывают бомбические. В то время как на американском инстаграме найти такой текст, ну, реально нужно прям покопаться. Русский инстаграм отличается именно умением комплексным вот зацепить как кадром, так и какой-то историей. Здесь же идет такая разность, что русский инстаграм и американский инстаграм по проценту запуска чужих людей в свою жизнь. Я заметила, что в русском инстаграме очень многие пускают реально, ну, прям в свою личную жизнь. То есть они делятся настолько личными какими-то историями, они открывают душу. Я очень надеюсь на то, что они делают это действительно искренне, в то время как в американском инстаграме это больше носит такой бизнес-холодный характер. Еще одна вещь я заметила, когда я ходила на всякие блогерские ивенты здесь в Нью-Йорке, и я встречалась с многими американскими блогерами. У них, допустим, больше количества подписчиков, чем у меня. Но количество лайков однозначно у них меньше. Ну, это, конечно, это смотришь уже с точки зрения, просто мне было интересно, почему так происходит. Я захожу, допустим, у кого-то 34 тысячи подписчиков, но, допустим, лайков там у них, в принципе, не больше, чем у меня. Хотя даже раньше у меня их было и больше. Так получилось, что, ну, кто со мной подписан на инстаграме, вы знаете, что я начала писать на русском и на английском тексты. Немножко изменила свою, о чем я пишу слегка, да, то есть поменяла какие-то темы, или точнее не поменяла, а дополнила. И стала менее информативна, потому что мне все-таки хочется быть больше информативной здесь на ютубе. В общем, сдвинулась некоторые вещи, и получилось так, что там в лайках немножко упала. В принципе, я к этому была готова, то есть меня это не пугает, потому что я продолжаю делать то, что мне нравится, то, что я хочу, чем я хочу делиться. То есть я вижу, что однозначно аудитория у американских подписчиков, она менее активная. То есть в русском инстаграме, конечно, подписчики, они более активные, но они в какой-то степени более осуждающие подходят к твоему контенту. Но это дает свою активность. То есть для инстаграма это, в принципе, все равно, вы пишите гадости или вы пишите прелести. И для многих блогеров все равно, ну, каждый выбирает свою модель поведения, кто-то таких блокирует, кто-то оставляет их жить там. Наверное, на сегодня это все, что я хотела вам сказать по поводу сравнения американского инстаграма и русского инстаграма. Однозначно все факты в этом видео основываются на моем личном опыте, прочитанном, прослушанном и просто по наблюдениям. Поэтому, конечно же, вы имеете полное право иметь свое личное, индивидуальное мнение. Я только лишь делюсь то, что увидела я и то, что заметила я. Я надеюсь, что это было вам полезно, интересно. И да, увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok